Это все на матче. Мы продолжаем. И прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется шорт-трекист, олимпийский чемпион Руслан Захаров. Руслан, добрый день. Ну что, расскажите, как вы проводите свой карантин? Ну, на самом деле, к инкобежцам в этом плане, скажем так, чуть более повезло. У нас сейчас межсезонье, поэтому у нас не такие интенсивные тренировки. И площади квартиры, и балкон, слава богу, хватает пока, чтобы втягиваться в сезон. И мы очень верим, что скоро все это закончится, и мы спокойно сможем начать тренироваться. А пока пять раз в неделю, с утра и до обеда, я провожу время на балконе. Я уже изучил все соседние окна, посчитал скамейки на улице, посчитал скамейки на соседнем берегу. У меня из окон видно правительство Московской области. Я вижу, как они облагораживают свою территорию. Молодцы. На самом деле, кручу велосипед, наслаждаюсь. Иногда бывает хорошая погода, открываю все окна. И никуда не выхожу из дома. И правильно делаете, Руслан. Вопрос такой. Те упражнения, которые вы сейчас выполняете, вы их сами для себя написали? Или их кто-то контролирует? Возможно, тренер по физподготовке. На самом деле, мы всегда на связи с тренером. И у нас уже есть программа, расписанная на шесть недель вперед. С учетом того, что мы будем находиться дома. И поэтому и комплекс упражнений какой-то там есть определенный специальный. Но на самом деле, у нас сейчас такой период времени, когда ничего не нужно нового придумывать. Нужно только держать чуть-чуть свое тело в тонусе и подготавливать его к предсезонной подготовке. Поэтому все достаточно просто, легко. Но если все это затянется надолго, то нужно уже покупать более тяжелые тренажеры. Нужно завозить домой штангу. Вот я пока выбираю место, куда поставить свою штангу, которую привезут. Руслан, судя даже по видеосвязи, очевидно, что вы выглядите здорово. И весе удалось не набрать. Чем вы питаетесь? Расскажите и поделитесь с нашими зрителями. На самом деле, я питаюсь тем, что приготовят супруга. Но после велотренировок, конечно же, я всегда голодный. Пытаюсь быстро помыться, покушать. И часто это углеводы какие-то, которые сразу очень полезны после велотренировки. Но вообще, питаюсь, как все обычные люди. Стараюсь питаться максимально правильно. На завтрак очень часто мы с сыном готовим омлет вдвоем. Он очень рано просыпается. И поэтому у нас есть время до тренировки. Вместе покулинарить вечером. Он очень любит готовить. Вечером он печет торт с мамой. С утра готовит со мной омлет. Поэтому на самом деле скучать не приходится. Поэтому мы все веселые. Спасибо огромное Руслану Захарову, олимпийскому чемпиону, шорт-трекисту. И в первую очередь спасибо за позитивный настрой. Чего всем нашим чрезвизрителям и желаем. Оставайтесь дома, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо, Руслана, еще раз.